у нас тут идет разборка помещений уборка пока мы сейчас дома и мне нужно этих маранов ликбаров перекинуть перекинуть оттуда из брудера они уже вообще огромный для этого брудера вот в этот домик пока он здесь стоит в виду на сухом месте пускай стоит сейчас начнем его его их перебрасывает домик пока будет на этом месте я уже в том году показывала мы с этими с этими домиками бегаем тут по территории на сухие места да нальешь наберись начала кур до 100 перчатку отдай нет еще там они все в работе потому что везде грязь везде бардак ну смысле понимаете ну и погуляй сколько можно дома сидеть снег ты только растаял такой субботник естественно должен быть каждый раз они сейчас там будут жечь жечь травы у нас вокруг сарая для того чтобы для того чтобы все равно уже эти поджоги начались и они там станут и будут смотреть естественно чтобы это никуда не распространилась но чтобы отрезать я уже говорила да да и на этого позже или а дверь открыта давайте давайте смотрите вот здесь даже травка вы сидели в этой клетке я даже не знаю как они помещались видите какие красавчики ликбары и мараны ну что сказать ликбары конечно прям на пушинке по сравнению с маранами кормушек поилок специальных нет как всегда все неожиданно ну конечно не неожиданно выводы птичьи выводы я имею ввиду все откладывала попозже попозже закажу кормушки поилки попозже попозже но и ну ладно пока справляемся потому что всегда есть такие старые какие-то емкости пока пока так ничего ребята смотрите как здесь здорово красавчики красавчики ли барщики красавчики тихо 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 ну все ну все смотрите какая красота да бары такой красивый приятный расцвет и и мараны вон есть там и голубые черные медные я имею ввиду и голубыми голову туда высунули в эти в клетке вам так собака какой-нибудь откусит гляньте сейчас покажу покажу с той стороны им страшно здесь милане идет теплицу отмывать потому что ее индюки так убили ну смысле там слой грязи грязи пыли как они крыльями махали вот видали вот они какие летели каких птиц так привет тебя ага молодец папа с авраамом не знаю где там они возле сарая они наверно они вдвоем надо будут там сожжить день тебя не отпустим нельзя потому что жить будут дали там убирается милан я милан ты ее намочи намочила хочу скребешься то да вот так вот вот сильно не нажимай милана ты этот тонкий как называется господи карбонат так ой 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 батюшки да не кричите привыкнуть привыкнуть смотрите как здорово а в ту в тот брудер я пересаживаю маленьких доминантов ну хватит уже хватит дикие очень дикие ну красавчики но зато красавчики все пошла а я пошла значит что мне нужно делать мне нужно ага мне нужно сначала воду поставить это валяется штука мы накрываем кран сеном шланг идет оттуда поэтому прикрывали на зиму вот этой штуковины сейчас нужные воды кстати здесь включить уже будет намного веселее не таскать сара и коз когда же не коз шоколадки на отдельно смотрите видите эти волны и козлы где маленький вообще не знаю где маленький он сейчас кормушки бегала здесь где-то помощь и сейчас кормушки за ними здорово да хорошо вам коз нужно перегнать может быть сейчас перегнать я даже прям вообще не знаю или завтра с утра он пожалуйста эти глава торчит говорю может быть в кормушке может быть он сейчас опять спрятался прям вот тут его голова сейчас вылазила как был в кормушках так и есть алтай обзор хозяйства швабра сбрызгалка не надо вода грязная уже ну да это ты чем-то в брызгалки повеселее милана хватит авария сломала швабру да она просто прикусывается нет колечко это затяни сейчас посмотрим собаки раздираются гулять хотят а чуть жарко да я в шапке ну не знаю как то еще зима вроде у нас недавно детьми шапок я в шапке да можно раздеться хорошо что хоть куртку сняла а мне а мне сейчас нужно взять индюху зарубить ее сейчас я пойду поставлю воду и выйду за индюхой и папа наш будет делать их обилить их обули из индюхи купили перца кабалгарского все пошла ставить воду и возьму индюшку которая все говорила там мелкая такая у меня и шапку мне надо снять уже наконец-то так и я хожу рафаэля слад тебе задание ты куда понес сейчас дам задание тачку мне привести рафаэля поставишь ему ведро и ко мне потом подойдите да куром ага так смотри вон там возле сарая тачки две одна и вторая вон та левая это правая да ты берешь правую которая возле вот этой тележки да 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 берешь ту вези мне давай на бегом милана что-то у тебя не весело не лезет не лезет она в ведро да хорошо что хоть время есть свободное это конечно весь бардак не разберем за один раз как увеличила как будто лес у нас тут прям вот рядом до туда к дому мне вези я буду перепелок чистить старая тачка она без колес у нас даже до без без последних к дому везде слышишь сюда возле дома ставь а лопаты знаешь где лопаты в сарае подойди к ним и они тебе скажут а вот весьма возле собак какие лопаты или там только большие все быстренько перепелок прочищу да надо индюху варить чтобы уже на ужин ее сделали но мы еще делали прям все вот эту вот полоску вот так и чтобы вот так вот территории нашу отрезать в этом году мы делали уже трава была побольше а я вот с топором и даже индюха воду поставила мне прям вот нужно очень быстро очень быстро все сделать и поставить ее на бульончик разобрать на запчасти и поставить на бульончик вот они хуже здесь конечно еще грязюка потому что видите здесь еще снег у нас поэтому ни о каком порядке там они внутри прочистили здесь эта дверь тоже не закрывается еще маленький здесь отсек для уток но еще очень сыро не имеет смысла ковыряться в грязи здесь вот ну вам хорошо пойду сейчас как раз и есть еще посмотрю да там кто-то с утра не сейчас а где индюшка наверно вон она маленькая то было сразу сегодня и индюшку и индейца рубану но нет времени нет вот покрасней которого оставить да смотрите а тут побледней все все вот эти причиндалы борода вот этой штуки все вот эти вот да а тут вообще бледный смотрите да наверное так того красненького мне оставить красавчики красавчики и индейца допускай пускай живет в другой раз в другой раз и утки на новом месте да хорошо здесь все таки на улице конечно лучше чем там духа те да 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 Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Здесь целая раковина контейнеров, которые нужно перемыть. Сейчас у нас тут везде, ну везде, так громко сказано, везде наводим порядок, но не везде мы наведем, мы просто не можем все это сразу. Вот она индюха, симпатичная такая индюша. Маленькая, маленькая. Потому что я уже говорила, что это с того года еще, с той осени у меня остался брак, который мне было и некогда, и неохота рубить. И думаю, ну и пускай, я думала, может оставлю их просто так, еще на яйцо. Но мне хватит и того, что я там оставила тех индюшек. Остальные все такого нормального роста. А это такая, вот до этого я убрала бракованную, да? И это чуть побольше, чем та, но такая. Такая, полный зоб опять. Так, а где надо? Ну ничего, нормального размера, конечно, индюка я не буду сегодня. Хотела индюка тоже убрать, и на котлетки, на фаршик. Представляете, как хочется, но я лучше сегодня, если у меня сейчас будет желание и время, рубану перепелок. Начну. Так, это маленький. Этот хороший, ну маленький, такие, пилить которыми ножики. Как всегда, я режу сразу по животу, и потом я сразу, потому что потом я буду это все разрезать на маленькие, ну не маленькие, но и небольшие куски. Ой, у меня там печеночки собираются. Как хочется печеночки, еще добавятся. От перепелочек добавятся. Вы помните, как делали? Вкусненько вообще. Вкусненько и красиво. Я вообще печень люблю. Сейчас, тут нужно зоб. А, давайте пока выключу, потому что вид, я смотрю в камеру, может совсем не понравится некоторым. И сейчас, наверное, яйца будут уже. Вот так. Вот так переверну, но так тоже не очень красиво, но все равно. Зоб. Так. Ну вот, видите, естественно. Естественно. Сейчас самое время нестись. Но я сказала, мне даже на яйца не нужно. Не нужно. И вот это яйцо, это ее пигмент смылся. Я его сейчас помыла. Вот. Так. Так. Все, начинаю разрезать на кусочки. Мяско, видите? Мяско розовенькое, красивенькое. Да, зимой как-то мяско глидней. Жир. Жир уберу. Здесь у меня желудок. Желудок, сердечко, печень. И жир. Сейчас разберем. Намочилось. Ну, естественно, намочилось. Не страшно. Так. Сейчас еще промою. Отобрала. На. На сейчас нам поесть. А чехокбили? Чехокбили, это, ну, как бы, почти суп, если так, на наш манер. Но смысл в том, что для супа нужно много воды, много бульона, да. Здесь водичкой заливается только мясо. То есть здесь не нужна целая кастрюля воды, заливается мясо. Оно здесь тушится, а потом получается, как бы, она уже тушится и в собственном соку в этом, во всем, да. И добавляется, ну, как мы делаем, картошка, лук, естественно, болгарский перец. Но летом, естественно, туда добавляются помидоры. Сейчас помидоров нет. Перец болгарский купили, помидоры не стали, потому что, ну, не самая вкусная вещь, да, не самый вкусный овощ сейчас в эту пору искусственный. Как бы не любители мы этого. Вот. Ну, да, нам хватит. Естественно, нам хватит. И отложила еще прям вот такие кости, но это позвоночник. Какие косточки прям бывают, но они отходят сами, вот такие. Немного. Это потом у нас пойдет на суп. И что? Ну, сейчас я доскашу, и вот это уже все уберу, потому что здесь вообще просто все завалено. Это тоже сейчас все уйдет сразу куда надо, в кастрюлю, где курам всякие отходят. И отрезала, отрезала шкурку. Шкурку специально я не отрезаю. Я отрываю, отрезаю только то, что бывает, вот она прямо сама отходит. Вот эти места я отрезаю. Шкурка здесь с жиром. Опять сделаю такие котлетки. Добавлю картошки туда. Естественно, я это перекручу на фарш, на котлетки. И вот добавила здесь еще. Ну, как же, ну, как же без этого? Ну, как же вот без таких вот красивых, да, кусочков мяска? И мяско сюда. Вот на один раз котлеток наобит. Мяско красивое, да. Нет, зимой прям такое мясо бледное такое, все белое. А сейчас такое красивенькое, смотрите, да. А в камере такое оно вообще красное, как говядина. Так что все, заливаю. Сейчас ставлю воду. Остальное уже будет делать муж. Он хотел это блюдо. Я бы лучше, я бы так лучше потушила, но... Тушили-то мы в тот раз. Но теперь уступим нашему папе, да. Пускай он давно ждет. Индюк у нас тоже остается тогда на следующее. Потом как-нибудь. Вот, конечно, жалко. Лучше бы я его сейчас рубанула, потому что... Один еще остается там, Индюк. У меня их сейчас два. А вот одного бы, чтобы он там зря не ходил, не ел. Ну ладно, что поделать. Я лучше сейчас, как уже сказала, посижу, посмотрю. Перепелу. Ну, чтобы перепелу крубануть, их нужно перебрать сначала. Отделить самку от самца. Ладно, сейчас посмотрим, как у нас дальше пойдут дела. Здесь сейчас воду поменяю. Сюда пошли такие мясные куски. Ну, сейчас солью это все. Всякие такие мясные кусочки. Я уже сказала, прям такие бедные-бедные, бедные-бедные куски, где совсем мало мяса. Я отправила на суп, потом на следующий раз сюда идут такие вот такие. Всякие. Хотела убрать сразу мяско это со... Не видно у меня здесь... У меня здесь вообще... Ну, такой кусочек, как будто такая-то охапочка, кулачок. Мяска нет здесь, нормальная чашка. Сейчас буду разбираться, некуда даже пододвинуть назад. Здесь настолько все заставлено. Эта банка с медом стоит огромная. Хотела поставить сразу... В морозиловку убрать, да? Все, по местам, по своим... Собачкам. А-а-а. Ноги. Ноги. Собачкам. А потом думаю, не, перекручу сразу, потому что и сейчас некогда, и... А потом... А потом еще больше будет некогда. Лучше я сразу сейчас перекручу, а потом котлетки уже можно быстренько сделать. Да. Так что и на котлетки хватило. Слава богу, прям радостей. Так котлет, правда, хочется. Есть один лишний козел мясной. Это не эти маленькие и небольшие, такой средний с того года. Но резать... А резать некогда. А надо. Да. Ну, поэтому мы пока... Пока потерпим. Продолжение следует... Продолжение следует...